Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел внеочередное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядков Чувашской Республики, посвященное ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Долги – несостоятельность отдельных управляющих компаний. В рамках подготовки к новому отопительному сезону это особенно актуально. Глава Чувашской Республики в целом положительно оценил состояние дел на данный момент. Однако к работе отдельных управляющих компаний есть претензии. Михаил Игнатьев неоднократно обращал внимание руководителей администрации и правоохранительных органов на эту проблему. С одной стороны, положительная динамика есть, но с другой стороны, по отдельным территориям, по отдельным управляющим компаниям возникают проблемы. Проблемы они какие? Наращиваются долги, вопросы неплатежей по не столько объективным причинам, вывод активов не по целевому назначению, куда работают правоохранительные органы, не первый год. И практически картина понятна. А все эти недобросовестные должностные лица, которые на самом деле сегодня ведут себя на год, не уважая жителей многоквартирных жилых домов или отдельных территорий, то, соответственно, мы будем принимать самые жесткие меры для того, чтобы этих безобразий не было. Министр строительства Чувашии Олег Марков доложил, что работы по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства к новому отопительному сезону ведутся по указанному графику. На 1 августа 2013 года три муниципальных образования не имеют задолженности, однако наибольшая задолженность накопилась в городе Шумерли. Одной из проблем является задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы. С момента окончания отопительного сезона, то есть 1 мая, общая задолженность за потребленные энергетические ресурсы уменьшилась на 27%, и по состоянию на 1 августа 2012 года составила 2 млрд 211,5 млн рублей. Из управляющих компаний наибольшую сумму задолженности за потребленную тепловую энергию имеют НАВЭК в размере 318,5 млн рублей. На втором месте Риаллюкс – 57 млн рублей. Заключают трое художников компании НИДИ – почти 38 млн рублей. Кроме того, кредиторская задолженность, теплоснабжающая организация коммуникальных технологий, перед поставщиками увеличилась на 26%. В сложившейся ситуации Государственная жилищная инспекция Чувашии переходит к усиленным мерам. Ее специалисты планируют выходить с проверками в каждом случае появления двухмесячной и выше задолженности. Минстрою поручено ежемесячно представлять в Министерство внутренних дел перечень управляющих и ресурсоснабжающих организаций, имеющих высокий объем просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками теплоэнергоресурсов. Анастасия Масляева, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня в Центр разбиркоме Чувашии прошло распределение бесплатного эфирного времени кандидатам в депутаты и главы поселений на предстоящих выборах. Напомним, 8 сентября в единый день голосования нам предстоят дополнительные выборы в Госсовет, а также в органы местного самоуправления. Напомним, депутат Госсовета от Козловского округа 5-го созыва Александр Разумов сдал мандат в связи с переходом на государственную службу. Сегодня на его место претендует 5 кандидатов. Между ними и было разыграно бесплатное эфирное время на государственных каналах, трех телевизионных и двух радио.